Здравствуйте, я журналист Игорь Альтер. Во всем Прибайкалье, для кого храм Мельпомены не пустой звук, есть имя, которое все воспринимают по-разному. Это если говорить о человеческой личности, она многогранна. И в то же время абсолютно единодушна, если вести речь о необыкновенном таланте. В таких случаях говорят от Бога. Вот сегодня, спустя 9 дней после кончины народного артиста России Виталия Венгера, здесь, в пресс-центре Иркутского академического драмтеатра, собрались коллеги Виталия Константиновича. Я хочу сказать, что еще гложет боль разлуки. Уже нет великого актера. Но есть сцена, где вечными зарубками на человеческой памяти останутся три сотни ярких, запоминающихся образов, созданных им, заметьте, за 60 лет служения театру. Вот об этих незабываемых образах мы будем вспоминать сегодня с партнерами по сцене. А присутствуют здесь народная артистка России Наталья Королева, народная артистка России Тамара Олейник, заслуженный артист России Яков Воронов, заслуженный артист России Геннадий Гущин, заслуженная артистка России Лена Мазуренко, заслуженная артистка России Тамара Панасюк, артист Валерий Жуков, артистка Ольга Шмидгаль. Вот тут у меня огромный список сыгранных присутствующими здесь ролей вместе с Виталием Константиновичем. Мне кажется, правомерным было бы возможно начать с поминальной молитвы. Ну, может быть, потому что вот очень помнится еще этот спектакль. И здесь присутствуют те, кто сыграл с Виталием Константиновичем. Вот Наталья Васильевна Королева, Яков Михайлович Воронов, Валерий Михайлович Жуков. Давайте, Наталья Васильевна, начнем с вас. Я вам предоставлю слово. А вы начнете рассказывать, а все будут присоединяться к вашему рассказу. Яков, помнишь, наш поклон? Я хочу рассказать один, просто нашу с Венгером придумку. Поклон. Отзвучала музыка, и начинают выходить группами на поклон. Парами кланяются. Мы выходили в самом конце. А быть, ну, вышли, поклонились еще раз и так далее. И не помню, кому из нас, кто это сказал, кому пришло в голову. Давай обнимемся. Мы с ним, так он меня за плечи, я его за поясницу. И вот так, единым целым, прильнув друг к другу, мы вышли на поклон, кланяемся. Он в полголоса тихонько. Браво, Королева! Я так же тихо. Браво, Венгер! Выпрямляемся. Публика, значит, аплодирует, им нравится, но они не слышат, что мы говорим. Тогда розыгрыш дальше продолжается. Он пытается меня поцеловать. Я ему говорю, что ты, что ты, в зале столько людей сидит, все смотрят. Публика в восторге. Нам еще больше аплодируют. Но он все-таки так улучал иногда момент. В щечку меня там чмокнет. И вы знаете, вот этот поклон мы с ним закрепили. И все годы, что мы играли, мы стали кланяться именно вот так, в обнимочку. И мы... Кто-то даже сказал, вы прям действительно как муж и жена, потому что мы с ним на этом спектакле так сыгрались, так как-то приросли друг к другу, что казалось, что он мой муж, я его жена. Кончался спектакль, кончалась эта магия. И мы расходились. Он с мужской стороны, я с женской по домам. И все исчезало. Но глаз у него был при этом, знаете, такой хитрый, смеющийся, озорной. Ему так нравилось это. С ума сошел? Приводите в дом мужчину! Он местный, он знает закон. Мужчина есть мужчина, он за себя не ручается. Голда, я сказал все, мое слово да, все. Яков Михайлович, вам помимо поклонов что запомнил? Ну вот раз мы заговорили о поминальной молитве и о финале спектакля, о поклоне, я вспоминаю, как Виталий Константинович готовился к этому спектаклю. Он вообще всегда ко всем спектаклям задолго приходил, задолго готовился. Начиналось все с того, что он тягал телегу, проверял ее ход, чтобы она правильно там двигалась, особенно на выездных спектаклях, когда были маленькие сцены. Ну, самое главное, конечно, в эти минуты лучше было к нему не подходить, когда он готовился к спектаклям. Это особая история. Как Венгер настраивался на спектакль. Он очень долго гримировался. И я так вот медленно перехожу с одного спектакля на другой. Про грим. Были водевили у нас прекрасные, в котором блистали два наших мастера. Теперь царство небесное будем. Виктор Пантремонович Ягунов и Виталий Константинович Венгер. Я там маленький эпизод играл дворника, и вот он мне помог с гримом. Я выходил, и мне так было радостно, когда мои родные и близкие сидели в зале, и они меня не узнали. Так загримировал он меня, Венгер, и когда эту короту открыл, потом они меня узнали. Это вот про водевили я вспомнил. Ну, а про другие спектакли потом, коллеги еще на видео. Дай про водевили два слова скажем с Ольгой. В водевили мы работали еще, Оля Шмидгарь был догаден, и там был эпизод один у Венгера, когда он точил шпагу. Он делал как-то, и мы выходили за кулисами, мы ждали этого момента, как праздника. Сидели, Ольга говорит, что он там еще говорил-то, скажи, я не помню, ты сейчас говорила. Нет, ну как они с Тамарой Ивановной понасекая ругались, это вообще... Мы вообще весь водевиль смотрели и за кулис. Это невиданно, чтобы вот так вот артисты смотрели за кулис, как играют... Сейчас вот редко, да, такое, чтобы человек... Человек говорил там, шкура барабанная. И как он это говорил, я до сих пор слышу его интонацию. Потрясающе. Мы ждали просто как праздника. Вот так садились на корточки за кулисами и ждали, когда Венгер, и он понимал, что мы смотрим, и у него энергия прибавлялась вдвойне, и он это делал с таким энтузиазмом, что эти счастья моменты, конечно, неповторимы. Понимаешь, когда мы с матерью поженились, у нас не было дома, а был только такой сарайчик, и пола в нем не было, и крыши, как решетон. И когда пошел дождь, ручьи лились с неба. Я боялся, что голда захлебнется, она, между прочим, рожала тебя, что голда захлебнется не от крика, а от воды. И тогда я упал на колени и сказал нашему Богу, сверши чудо всемогущее. Пусть только наш пергамец родится здоровым, а я уже сил не пожалею, день и ночь буду работать, но над его головой всегда будет крепкая крыша, и над детьми его, и над внуками до седьмого колена. Вот такую клятву я дал, дочка, и ты родилась здоровенькой, и не дрожала от холода и дождя. А теперь я тебя отдаю в хороший дом. Нравится тебе жених или нет, это дело десятое. О детях надо думать, о внуках. До седьмого колена, дочка, так нам на роду написано, ибо если протест наш Абраам не думал о семи своих коленах, мы бы и теперь были рабами в Египте. Можно я подхвачу мысль Яши Воронова? Он рассказывал о том, как Венгер готовился к спектаклю, гримировался. Вообще, Виталий Константинович очень много придавал значения как раз гриму, каким-то нюансам, в одежде, костюмам. Причем он, хоть у нас очень хорошая цеха, он больше доверял себе. Вытачивал какие-то штучки, дрючки малозначительные, которые помогали ему существовать. Я помню, когда мы репетировали Гоголя с женитьбу, но автор, сами понимаете, не очень простой. Режиссер Кокорин тоже, так сказать, не сахар. Команда собралась такая. И очень долго не мог найти верное существование этого подколесина. Но никак, что-то у него не получалось. Он не мог найти вот эту растерянность, внутреннюю тоску, какую-то затаенную этого героя. Очень долго мучился. И потом, в один прекрасный момент, я захожу к нему перед репетицией, смотрю, а он делает, сидит грим Гоголя. Перед ним эта фотография, знаменитая Иванова, где Гоголь в халате, в своем желтом сидит. И как раз в этом портрете и есть тот самый взгляд гоголевский перед жизнью, когда он был растерян. И вот Венгер, тщательно вглядываясь в глаза Гоголя, гримирует себя. И потом в этом гриме выходит, у нас с ним сцена, когда я к нему прихожу, Качкарева я играл, и вдруг смотрю, совершенно другой человек. Совершенно. То есть Венгер, но не Венгер. И вот этот щелчок дал ему правильное существование. И потом вот в этом он и пошел. Вот с этой секунды началась его роль. А вообще он, конечно, очень, как бы, такой, ну, неоднозначный человек. Любой талант сложный. И репетиции с ним проходили. Вот они могли по-разному проходить. Они могли проходить смешно. Они могли проходить в каких-то скандалах. Нервно. Нервно. Но никогда скучно не было. Вот это самое главное. Вот бывают актеры, с которыми, ну, скучно. Вроде стараются, пыджатся, да, а что ты как-то сидишь, деваешь. Вот с ним никогда не было скучно. Потому что вот он весь брулил. Его биополе распространялось на весь репетиционный зал. И вот я вспомнил, можно еще одну? Был такой спектакль. Ты помнишь Мандрагору? Ну, я... Самое первое. Мандрагору, да, где... Да, конечно. Ну, там я, кстати, в руле начинающего режиссера, он артиста. И, в общем, с таким огромным опытом Венгер подходит к режиссеру, который еще ничего, собственно говоря, не сделал. А как мне здесь? А можно ли вот так? Я так чудо. Мою самооценку вот так поднимал, поднимал, поднимал. Вот. А я хотел вспомнить еще другой момент. У нас когда-то еще, так сказать, до развала нашего великого государства приезжал... Помните, был такой режиссер Антадзе, грузин, который ставил у нас Думбадзе и назывался спектакль «Закон вечности». Ну, не совсем как бы в плане вот попалась роль то, что подходящая Венгеру, такой старый грузинский коммунист, который все за правду что-то убьется. Короче говоря, нас, молодых, посадили там какое-то партийное собрание, ну, естественно, взрослых актеров чего там занимать, чтобы они в массовке сидели. Нас, молодых, насадили все. И вот он вроде что-то там доказывал, какую-то правду. И у него это что-то очень истерично получилось. Антадзе, значит, требовало такого, ну, героического, значит, отношения к этому вопросу. И вот он ходит, значит, что-то мнется, мнется и не знает, как вот этот импульс найти. И вдруг его взгляд падает на одного актера, который, видимо, устал уже, так сидит, это так, губы свои, я не буду говорить, называть фамилию, это что? И он вдруг на него устал, говорит, «Ты чего сидишь, морду мнешь?» И началось. И минут на сорок. Причем проорался, я смотрю, Антадзе так в кресле утопает, потому что это с его грузинским депераментом лучше не вылазить. Потом вдруг слышим это за кулисами, значит, вот как, знаете, шаровая молния пошла по театру. Потом это на втором этаже в районе буфета. И потом, где сейчас у нас музей, вот там, то есть вот это вот, минут сорок. Потом сделали небольшой, мы тихонько, значит, на цыпусках расползлись, потом нас вызывают помощи, выходим, и он начинает уже работать. То есть ему нужен был всегда импульс, вот этот, вот внутренний. Да, потому что актеры бывают разные, кто-то идет от логики, от мысли, а венгер всегда шел от внутреннего импульса. То есть внутреннее чутье талантливейшего артиста всегда его направляло правильно. И вот ему нужен был импульс. Вот я же говорю, да, там, да, бывало всяко, бывало всяко. Боялись заходить, боялись к нему. Про импульс можно. К примерку заходить. Они решили пожениться, а? Нет, как вам это нравится, а? Вообще, куда катится этот мир? Ну, вот он хотя бы приехал и сказал, позвольте, рептеви, а здесь уже просто они решили. Ну, что ты кричишь, что он же тебе нравится. Да, он мне нравится, как образованный человек на расстоянии. А сзятия я себе как-нибудь сам найду. Вообще, на что они собираются жить? Штудент до самой старости будет учить ее французскому мандюпердю, оплатить буду я. На одной из последних репетиций спектакля «Вино Мушьяка и Новая Кружева» Виталий Константинович где-то задержался, открывает дверь, а у меня по роли роль была Эйнштейна, сумасшедший, который косит под Эйнштейна. Я сделал волосы, усы, в общем, портретный грим, все. Открывается дверь, он такой, нефига себе, а я-то как? А я так, наверное, говорю, ну, как вы же знаете грим Гитлера, сделайте, и все, пауза, и он ушел. Через 10 минут открывается дверь, он приходит длинным пальто, наклеил усики, челочку, и этот образ он играл в конце спектакля. Вот так родился это дело. Но я хочу вспомнить еще об одном спектакле. Это поминальная молитва, где я просто ему благодарен до конца своих дней жизни. Потому что, когда мне судьба подарила Лейзера, он ко мне подходит, приходи-ка вот во столько-то. Я прихожу к нему в гримуборную, а у него эскиз уже нарисован своим лицом. Это он придумал вот эту бороду, канву, очки, все. Короче говоря, в этом образе потом мы и существовали. Ну, что я могу сказать? Прекрасный артист с великолепной вахтанговской школой. Одним словом, мастер. Мастер во всех смыслах слова. Тоже хочу буквально два слова сказать. Это был 1979 год. Болгария, София. Я по долгу службы встречал самолет. А этим самолетом прилетал Московский театр сатиры во главе с Плучиком на гастроли. И сходят все знакомые актеры. Ширвинд, Миронов, ну и так далее. И спускается Виталий Константинович. Я не знал, что он в этом театре. Мы увиделись. Но у нас вообще у сибиряков так положено, что если сибиряки мало знакомы, но встречаются в Москве, они уже близкие знакомые. Если встречаются за границей, они друзья. Я не буду говорить, что мы обходили музеи или картинные галереи. Мы обходили определенные места, не связанные с искусством. Но на другой день был спектакль. И вот я был страшно поражен. Это было... Я второго такого случая не видел. Гельмана ставили премию. Мы ниже подписавшиеся. Мы ниже, да. Мы ниже подписавшиеся. И вот тогда Виталий Константинович получил намного больше аплодисментов болгарской публике, чем досталось Миронову и Ширвинду. И вышли, когда после спектакля он говорит, знаешь, не греет. В Иркутске было теплее. Ну, видимо, не случайно, прошло еще совсем немного времени, и он вернулся в Иркутск. И вот эта вот тяга вернуться на круги своя, хотя человек-то москвич, но вот Виталий Константинович стал даже не декабрист. Декабристы это те, кто сюда приехал. А вот он, приехав сюда, абсолютно в хорошем смысле этого слова, поглотил в себе этот город. Вот для него Иркутск это и родина, и место творческого взлета. Для него Иркутск это в хорошем слове потрясающая карьера, и это тот город, который Виталия Константиновича сделал Венгерам, о котором мы сейчас говорим. Все дело в том, что когда я приехала в Иркутск, вот в театр, я первого, это был друг Виктора Ягунова, Венгер, вот, первых встретила Петра Ореутского и Венгера. Ну, естественно, как сейчас принято, мы дружили домами, это не дружили, а просто жили, мы бегали из гостей в гости. Потом я ездила на Украину к родителям, всегда через Москву, естественно, а тогда трудно было с гостиницей, надо было мне остановиться, чтобы потом на Киев уже брать билет. И Венгер отвел меня к своим родителям. Я очень хорошо знаю Лидию Дмитриевну, дядю Костю, отца, Аллу, и всегда это были лучшие какие-то, понимаете, дни, потому что мы ходили по театрам, меня водили. Если рассказывать, какие спектакли я тогда видела, мне было 22 года уже, это не расскажешь лучше, то есть все это известно всем. И настолько я хочу сказать о его родителях. Родители, ну, они, во-первых, очень интеллигентные, мать красивая, очень высокая такая, и, конечно, они всю жизнь мечтали, чтобы Вилли переехал в Москву работать, чтобы он был рядом. Тем более, что рассказывали мне все время, что они в доме всегда жил, и во время войны, во время учебы, Ульянов, Михаил, они очень дружили. И много-много раз уже он соглашался, тем более, что Ульянов, трудно, конечно, попасть в московские театры, но поскольку такой друг, Ульянов, он всегда мог его куда-то устроить, он мог работать. И вот, наконец, когда он уехал в Москву, я об этом хочу сказать, это просто какой-нибудь человек был. Он был очень закрытый человек. Все эти крики, все эти разговоры о ролях, это 80% о нем по-настоящему, как он жил, его нутро, о его друзьях еще, этого вроде как не знает никто. Где это? Краем уха он мог что-то сказать. И вот тогда, когда он уехал в Москву, играл там уже в сатири, ему дали комнату, все благополучно, и он возвращается в Иркутск. И, конечно, я его спросила, но поскольку у нас были совершенно замечательные отношения, я спросила, ты почему вернулся? Родители ведь там мечтали, наконец-то ты. А вот это кто бы что не говорил, он сказал, я настолько их люблю, Тамара, и Эльзу, и Наташку. Вот в моем возрасте уже люди стараются как бы к семье поближе соединиться, а я как-то их бросил и уехал. А Эльза не соглашалась ехать в Москву, в этом была вся причина. Конечно, он к тому времени полюбил Иркутск, это все понятно, и театр, но сложности у него тоже были в Иркутске, в Иркутском театре свои, их было очень много, не всегда все было удачно, чтобы, так сказать, вот приезжали какие-то режиссеры, и все захлеб в Венгер. Нет, у нас все бывает с приветом с таким, приезжает режиссер, который сам ступить не может, понимаете, где-то на какую-то половицу, а вот требует, да еще и не угодит, понимаете, вот такой мастер великий, великий, потому что он умел все делать, он мог играть героев, обыкновенная история, он играл дядюшку, дядюшку играл великолепно, потому что ну, тут и можно было посмотреть, как, кто делает. Кто такой, что тебе? Человек? Чем ты занимаешься? Что тебе от нас надо? Мой род занятий быть самим собой. А сам ты кто? Вот я честный малый. Чего же ты хочешь? Служить? Кому ты хочешь служить? Вам. Ты разве меня знаешь, великий? Нет. Но у вас в лице есть нечто такое, что покоряет. Что же это такое? Властность. У нас был такой спектакль лет 30 назад «Полоумный Жорден». Кто помнит? Мне тоже посчастливилось там играть. Я играл слугу Виктора Пантелеймоновича, главного героя. Он Жордена играл, я был Брандуван. А Виталий Константинович играл супругу Жордена, но это был фейерверк, конечно, водопад юмора. Но я вот про отношение к профессии. Как начинался его выход, появление Венгера на сцене? Значит, появлялся на сцене стол, наверное, вот с половиной этого стола. Появлялся стол, и вот где-то минут 10-15 шла сцена, а на столе был огромный торт, где-то диаметром, наверное, метр. И в момент на реплику вдруг этот торт оживал, это была шляпа Венгера, которую он придумал. Представляете, он 30 минут там на кукырках как-то сидел под столом, на реплику появлялся, в зале был просто фурор, люди ахали, а он еще прикреплял на какие-то вязочки этот стол, это было его платье, юбка. Получалось, торт превращался в шляпу, значит, стол, платье, ну, как он гримировался на эту роль. Вообще, много женщин же еще сыграл в своей жизни, много ролей женских было. Но потрясающе, мы тогда молодые актеры, мне волнительно особенно за кулисами, когда он подходил, немножко так хулиганить, ну, как немножко, он любил хулиганить, он так подходил, немножко так поднимал платье, ножку выставлял, говорил, молодой человек, что вы делаете сегодня вечером? А нам нельзя было колоться, нам надо было на сцену выходить молодым артистам. Ну, а про отношение вообще к партнерам и вот про заботу. Так случилось, что я в театральном училище два года отучился, ушел в армию. После армии мы пришли, ну, после армии, конечно, все были деревянные и когда пришли в театр, вот это наше объединение с Виталием Константиновичем, которое называлось «Виляшка», оно не случайно возникло, потому что ему-то это не надо было, прежде всего, это он для меня сделал, как для своего учебника, чтобы немножко раскрепоститься, чтобы мы свободнее себя чувствовали и вот тогда появились эти капустные вечера и это очень мне помогло и вот здорово, что учитель мой не только по училищу, а потом и в театре, мы все у него учились, вот так помог мне раскрепоститься, как-то свободным себя почувствовать благодаря вот этим вот нашим капустным всем выступлениям в Доме актеров. 50 лет — это много или мало? Мне всегда казалось, что это много, полвека. А вот так получилось, что 65-й год он набрал наш курс с Лещевым и был педагогом по мастерству и потом педагогом по сценическому движению. И вот эти 50 лет, они вот как-то пролетели. Я задаю себе вопрос, что осталось? Осталось то, что он в глазах остался студентом, потому что, будучи педагогом, он всегда чувствовал себя студентом с нами. Я отлично помню одну его фразу, когда он говорил, получайте, пожалуйста, удовольствие от того, чем вы занимаетесь, от процесса. И вот когда он на репетициях получал удовольствие от процесса этого творческого, потом все это переходило в зрительный зал. И это его удивительное качество, просто быть студентом. Вот Ген уже говорил об этом, в Мандрагоре они работали вместе. Но когда мы 12 артистов, ведущих артистов театра собрались на самостоятельный спектакль, где венгер народный артист, и делали сказку о царе Федоте, но это было удовольствие для всех, потому что то, что Виталий Константинович притаскивал на репетицию, с каким удовольствием он работал. Он делал царя. Он делал царя, да, он хотел даже юбилей свой сделать, но потом как-то это все ушло. И вот это его студенчество, что с ним можно было говорить о профессии, он только слышал, любой, даже человек, который первый год работает в театре, он слышит деловую какую-то, то есть он говорит, что, что ты сказал? Он все брал, и он отдавал вдвойне. И, конечно, мне как ученица, вот говорили о том, мне хотелось сделать ему подарок, и как-то вот на юбилее я сделала такую передачу, она называлась «Автограф». Вот хочу сказать о нем, что он в себе воспитывал, какие качества, как артиста. Там был маленький кусочек, я его просила сделать из одевания, сказать фразу, дело надо делать, господа, дело надо делать. Потом, говорит, Виталий Константинович, на одну камеру эту фразочку, потом повернулись и подморгнули так. Он говорит, зачем? Я говорю, ну, сделайте, пожалуйста. Он говорит, зачем? Это Чехов. Я говорю, я понимаю, но вы только, пожалуйста, сделайте. Ну, я не знала, конечно, камера включена, по плавски стоит оператор, он отходит, я слышу, он говорит, дура, непонятно, и что она хочет от меня, идиотка. Все, он ругался, 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 потом, все равно сделайте, пожалуйста, Игорь Константинович. Он сделал. И вот когда я смотрю, вот у меня три часа есть материала рабочего, я смотрю, как он меня поливал, как он ругался, как он превозмог, кто я для него, никто, ученица, студентка. Он все-таки сделал. Но потом, когда он увидел результат, когда из Омска его два народных артиста поздравляли с морганием, все встало на свои места. Непослушание знаки! Пусть они как следует ответят. Государь мой, вы знаете, как я с горяча не укротим, его не перескорим. Укротим, что за черт мне надо? Надо, понимаешь, Глоштер, мне надо видеть герцога с женой. Государь, я говорил ему это? Ты говорил, а понял ты меня? Дамы, государь, вот надо как сказать. Король желает говорить с Карнуэлом, с родной дочкой любящей отеца ждет ее услуг. Сказал ты это? Нет! Жизнь не крот моя, скажи! Скажи неукротимову! Вот эта вот тема, очень серьезная, когда вы рассказываете о Виталии Константиновиче, ну как его можно назвать? Ну можно сказать, учитель перед именем твоим, он смиренно преклонит эту тему, как почему нет? А я хотела закончить про Лес. Пожалуйста. Да, вот понимаете, не только вот какие-то такие юморные вещи. Когда был спектакль Лес, Тамара Ивановна Панасюк играла там главную роль, Венгер играл артиста Трагика, не Счастливцева его, но Счастливцева. Я играла небольшую роль, там Улита, у нас Кокорнин был великолепный режиссер, очень был хороший спектакль. У меня была задача поставленного режиссера. Ты сидишь на первом плане и плачешь от того, что эти два живых человека уходят из этого предвестия, и больше жизни тут не будет. Я думаю, ничего себе, сиди на первом плане, без секса, и просто рыдай и рыдай, минут 20, пока Венгер говорит монолог. Но потом выяснилось, что это было не так сложно. Почему? Потому что то, как он читал монолог, где идет текст артист, это звучит гордо, слезы у меня лились, потому что мне было очень жалко, что в зрительном зале только 600 человек видят, как он это делает. Мне хотелось, чтобы это видели все. Город, мир, другие театры. И это уже была какая-то привычка, после этого я забегала всяким от Зенбурга, говорили им о том, что получилось, что не получилось в этом монологии, и как это прошло. Он всегда гордился тем, что он делал на сцене. Есть много очень серьезных слов, у которых огромное количество определений. Ну, например, любовь. Но мне бы сейчас хотелось поговорить о таланте. Вот среди тысячи определений, что собой представляет талант, мне больше всего по душе такое. талант – это поручение, которое надо исполнить. Так вот, Виталий Константинович перевыполнил данное ему поручение во много, во много раз. И поэтому мне бы хотелось, чтобы вы сейчас вспомнили о Виталии Константиновиче именно вот в этой плоскости. Хорошо. И рассказали о своих встречах с ним как на сцене, и, может быть, вне сцены. Ну, я хотела бы все-таки остановиться на спектакле, женить бы особо на этом спектакле и поговорить о своих впечатлениях, ощущениях. Это было очень давно. Состав у нас был замечательный. Главные роли, конечно, Виталий Константинович Венгер, Наталья Васильевна, Геннадий Степанович и ряд других. Даже эпизодические роли были сделаны настолько интересно. А самое главное, даже Виталий Константиновичу, нашему великому актеру, нужен хороший режиссер. И таков был режиссер Кокорин. Вячеслав Всеволодович ставил женитьбу, с которой мы ездили на гастроли, на фестиваль в Ростов-Нудо. Ну, это незабываемое что-то. Вы знаете, вот репетиции были. Для меня, я прожила в театре очень большую жизнь, но для меня этот спектакль... Вы знаете, я вот, честное слово, не очень люблю высокопарные слова, но я считаю, что это шедевр. Что там придумал Венгер, Королёва и Кокорин? Ну, Кокорин — это что-то, нечто. Мы бежали на эти репетиции. Булдаков, Константинов, я, Геночка... Геннадий Степанович, пардон. Геночка. Да, да, Геночка. Да, ну для меня же Геночка. Конечно. Вот, вы знаете, мне, ну правда же, Геннадий, вспомни, ты прилетел, когда ты прилетел в Ростов-на-Дону, помнишь, на пароходе, у нас все такие одухотворённые, а тогда на самолёте прилетел, посадил нас всех на пароход, да? На пароход. Пили шампанское, было замечательно. Потому что после Ростова мы поехали в Москву с этим спектаклем, и в театре Вахтангова мы играли же нитьбу, был приглашён Ульянов, это было сделано специально, отсмотр спектакля для получения государственной премии Виталий Константиновичем. Спектакль произвёл впечатление. Ульянов после спектакля позвал нас на небольшой банкет в кабинет директора. Мы прекрасно провели вечер, и Виталий Константинович за эту роль получил государственную премию. Ну, так, чуть-чуть юмора добавлю. Да ради Бога. Говорили о гриме сложностей, что вот он действительно стал звучать, когда вот он сделал грим Гоголя. Я его обнимаю одной рукой, и видно, ну, тоже мы же играли чувства, и так дело идёт к поцелую, я его глажу, он мне шепчет, «Осторожно, волосы!» Вся прическа была... Вот это, между прочим, актёру очень трудно выдержать. Всё на невидимках, приколоты были длинные волосы до плеч. «Осторожно, волосы!» Мы с ним это часто вспоминали. Вот знаете, когда уходит из жизни такой большой человек, то невольно хочется, чтобы узнать его, ну, как можно разностороннее, как можно глубже, чтобы все грани человеческой натуры были высвечены, как на рентгене. Я вот о чём хочу сейчас с вами поговорить. Вот есть Виталий Константинович Венгер вне театра, вне сцены, как большая личность. И есть Виталий Константинович, большой очень актёр, наделённый мощным дарованием. Вот поговорите со мной сейчас, пожалуйста, о том, каким вам видится Венгер в части самой яркой его черты, как актёра, и, соответственно, самого яркого проявления характера, просто как Венгера, человека, гражданина. Вот это всем интересно послушать. Вы понимаете, вот человек проживает за свою жизнь несколько этапов. Вот он сначала грудной человечек, потом ходит в детский сад, дальше он туда-сюда растёт, и по мере его продвижения по жизни какие-то качества уходят, какие-то он приобретает другие в силу опыта жизни, но ещё чего становится немножко другим человеком. То есть каждый человек должен прожить какие-то определённые качества. Скажем, детям присуще, чтобы на них больше обращали внимание. Это игрушка мне, а не тебе. Дальше там сказать, так вот Венгер остался ребёнком до конца. Вот основная, мне кажется, его черта, что он ребёнок. Почему на него никогда, вот мы даже сейчас вспоминаем, как он бегал, орал ещё, никто на него, ну разве можно на трёхлетнего ребёнка обижаться, если он упал в лужу, топает ногами и кричит, куда дели мою игрушку? Вот это Виталий Константинович всё. Вы понимаете? Поэтому вот мне кажется, я вспоминаю ещё один момент, его уже, так сказать, не на сцене. Мы раньше у нас при театре, когда мы были помоложе, с Яков Михайловичем, была ещё и футбольная команда. Мы везде, в какие города приезжали, мы везде играли в футбол. Здесь мы принимали тоже и Табакерку выигрывали, и Моссовет, Юрский выводил команду. То есть со всеми, со всеми мы играли в футбол. И вот мы в каком-то городе, значит, говорят, а у вас есть как бы эти величины, первый символический удар по мячу? Он говорит, ну конечно, Венгер. Виталий, он говорит, да какой разговор, дайте мне трусы какие-нибудь. Кеды не нашли, да, проблемы были с кедами. В ботинках высказали. Ему объясняют, говорит, Виталий Константинович, значит, надо будет символический удар. То есть, раз, мячик там, поснул, и всё ему дальше. И так разволновался, значит, вывели его. Ему нет, не мимо. Он, значит, раз этот мяч, и вдруг побежал, побежал, побежал с ним. Куда, чего побежал. И бах, и гол забил туда, им борода. И вроде это. И уже никто не оставил, говорит, Виталий Константинович, всё, угомонись. Твоя задача была, на три сантиметра его толкнуть. Такой, а засчитай, а не засчитай. Я говорю, ну, Виталий Константинович, вот это опять же, ребёнок, ребёнок. Ну, вот, мне кажется, это его основная черта. Мы с Виталием Константиновичем и с нашим гениальным, в общем, гениальный актёр, гениальный режиссёр, было предложено, значит, как-то нам поставить спектакль «Бульварный роман». Нас двое с Вилли принесли мне пьесу, я её посмотрела, там столько у меня, текста, у меня в два раза больше, чем у него. Я говорю, я понимаю, почему ты взял это, потому что у тебя там всегда сложность с памятью. Ну, в общем, потом я решила, что двое таких гениальных мужиков у нас в работе, ну, не дадут мне одной пропасть. Ну, кончилось это тем, что мы с Венгером сыграли 98 спектаклей. Я ему сказала, я говорю, ну, давай соврём, ничего-то, ну, давай сто скажем, да и всё. Тут не надо, пусть всё будет по чесноку. И вот это я хочу сказать о Венгере, как о человеке. я знаю это всё, и крики, и шумы, и всё. Но лучше человека, с которым можно работать, я не встречала. Вот я вам скажу, сколько внимания. Он мне помогал одеваться, он одевал парик, он, он, мы, у нас, никого больше не было, реквизит, мы сами всё возили. Никогда, никогда он не сказал, как мне надоело, или что ты там не так стала, не так... Никогда, понимаете, он ещё 500 раз на меня посмотрит, ты тут кофточку застегнула, застегнула. И, понимаете, после каждого спектакля мы приезжаем, его знали везде. Они не могут запретить мне чеканить деньги. Это моё право, я ведь сам король. Природа в этом отношении выше искусства. Вот тебе солдатские жалобы. Этот малый держит мук, как воронье пугало. Оттяни мне тетину на всю длину стрелы. Смотрите, смотрите, смотрите мыши. Тише, 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 тише. Сейчас мы её поймаем на этот кусочек поджаренного сыра. Вот она, моя железная рукавица. Я бросаю её в лицо великану. Хорошо, Светана, птичка. В цель, прямо в цель. Я думаю, понятно, почему он сказал, что надо говорить 98 сыгранных спектаклей. В 98 поверят, 100 могут не поверить. Вот. А ещё вот, если говорить о Виталии Константиновиче как о человеке, у него огромная избирательность в выборе, общении. Вот в одной из его книжек там написано, кто его самые близкие друзья. причём друзья не по разуму, а друзья по сердцу. Это разные вещи. И вот там он пишет, что у меня двое в Москве Миша Ульянов, в Иркутске Витя Ягунов. Это вот я читал. Это меня поразило, а поразило прежде всего потому, что в лучах его славы купалось очень много народу, так сказать, желающих как-то попасть в это отражение. Это тоже так характеризует Венгера как человека, ну, строго относящегося прежде всего к выбору общения. Это сейчас уже это, так сказать, редкое качество. Вы согласны? Да. Вы знаете, конечно, диву даёшься, как человек прожил такую незаурядную, потрясающую жизнь, ему можно только позавидовать. Вы знаете, я чему удивляюсь? У него была феноменальная память. Феноменальная. Последний раз, когда мы с ним виделись, это было 31 июля, он, у него горели глаза, он рассказывал о том, о его последней книге, это были ожившие фотографии, он о них рассказывал с такой любовью. У него, вообще он был очень дисциплинированный актёр, у него потрясающая школа, вахтанговская школа, и то, что он приехал, вы представляете, вот человек, закончив вахтанговскую школу, лучшая школа, русская школа, он не остаётся в Москве, он москвич, он приезжает в Иркутск и становится венгером. Это потрясающе, это вообще какой-то, я не знаю, подвиг, не подвиг, но это удивительно. Такого, вот сейчас скажи, никто не поверит, как это возможно. Да невозможно, никто не приедет, с вахтанговской школы не приедет в Иркутск, в Сибирь, вы понимаете, если только сошлют, да, вот, или пошлют. Вот, и знаете, это чаще, да, я, и я всегда была удивлена, и последний раз, когда мы с ним виделись, и я всё время восклицала, говорю, ну гениальный, Константинович, мы иногда переходили на ты, он, никогда к нему невозможно было относиться, как к метро, он мастер, конечно, и все это знали, потому что вот я пришла в театр, и я знала, есть венгер, и венгер был всегда, для меня, венгер был театр, Ахлопкова венгер, всё, вы понимаете, всегда был, и останется, для меня останется, я хочу вот о чём сказать, и когда он рассказывал эти ожившие фотографии, он говорил такие подробности, вы понимаете, это такое пристальное внимание к человеку, это актёрские, это относится к таланту, это тоже сюда же входит, он так был воспитан, он вёл дневники, поэтому он написал столько книг, и я говорила, Константинович, гениальный человек, но в книгу рекордов Гиннесса надо, заносить просто, ему было очень приятно, что я это говорила, мы вспоминали, мы смеялись, всегда смеялись очень много, он был очень простой в общении, очень простой, однажды сыграв с ним, допустим, в спектакле, и близко познакомившись, потому что всё-таки спектакль, это та площадка, где люди очень близко знакомятся друг с другом, очень близко, то есть они чувствуют уже друг друга, и навсегда это остаётся, мы играли с ним в спектакле, с любовью из Америки, но мне тогда так повезло, так случилось, поставил этот спектакль Борисов, Иезуслав Борисович, потрясающий режиссёр, который снял о нём потом фильм, Виля, который называется, и вот это такой был легендарный спектакль, по реальным событиям иркутским, и мы играли как бы любовную пару, он был меня старше, значит, я была молодая, значит, он был герой-любовник, он был, вы знаете, вот вы говорите, он потрясающе характерный, конечно, но какой он был герой-любовник, я вам скажу, дорогие мои, он так на меня смотрел, он меня искупал в такой любви, в такой нежности, мне играть было ничего не надо, я просто ходила по сцене, а он на меня просто смотрел, и я просто, мне было приятно, и я вот как бы излучала, ну, хорошо, ну, как бы согласие, что я, в общем-то, тоже его люблю, и когда там была, значит, сцена свадьбы, он все время хотел поцеловать меня в губы, все время, понимаете, это было, это нормально, абсолютно, абсолютно, конечно, но я, конечно, как бы уворачивалась, и шла все-таки на театральный поцелуй, ну, как-то вот я так, значит, не подумал, да, и вот еще последнее просто, о Венгерии хочется, правда, вспоминать весело, очень весело, вот мы даже здесь вначале собрались, и мы все, все улыбались, смеялись, ни у кого не было скорбного лица, потому что, ну, а что, ребята, ну, человек прожил потрясающую жизнь, он оставил такую память о себе, такую память, и когда мы однажды в Коламбусе, это было в Америке, мы дважды с ним съездили в Америку, сколько в Америке, об этом можно два вечера рассказывать, как мы ездили в Америку, причем у него есть два, две кассеты фильма, и я снимала, у нас даже есть фотография, где мы друг друга снимаем, он снимает про Америку, и я снимаю про Америку, вот, и однажды, значит, в Коламбусе идет спектакль, лирическая наша сцена, вот эта вот, где я купаюсь в любви Виталия Константиновича Венгера, значит, объявляют, такая, вау, 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 значит, и подбегает переводчик, говорит, бомбовая тревога, быстро бежать, быстро, значит, с Константиновичем мы вдруг превратились в одного человека, мы были одно целое, мы очень быстро, одновременно мы выкатились, заскочили в лифт, быстро спустились, быстро выскочили, и когда мы посмотрели на этот небоскреб, мы поняли, что бежать нам надо очень быстро, даже если он взлетит, то есть нам не убежать, мы долго стояли, немножечко мы как бы очухались, ну и что, за нами никто не выходит, на улице холодно, осень, он на меня пиджачок свой этот театральный, говорит, это самое, я говорю, вот мы трясемся, потому что, ну вообще страшновато как-то, никто не вышел, ну что, нам пришлось вернуться, когда мы вернулись, понимаете, никто не убежал, не мы убежали, а мы были на сцене, когда мы вернулись, зрители нам аплодировали, понимаете, это было очень смешно, спектакль прошел потрясающе здорово, нам так хлопали, это незабываемо, поэтому, знаете, и еще, я хочу, там звучал, звучал стихи, в этом спектакле звучали стихи, я их в конце читала, то есть как бы это была финальная такая точка этого спектакля, потому что в конце все-таки заканчивалось не очень хорошо наш спектакль, и были такие стихи, я хочу их вспомнить. Не стой у могилы моей, и не плачь, могила пуста, и меня там нет, я в тысячи ветрах, несущихся вскачь, я снег, в бриллианты одевшийся весь свет, я солнце, вошедшее в спелую рожь, созревшую в зернах при блеске зорниц, я утром тебя разбудивший дождь, я плавный полет стремительных птиц, я ночь, озаряющая звезда, земле несущая чистый свет, не стой у могилы, не плачь никогда, ведь я не умер, меня там нет. Спасибо. Вы знаете, у нас немного времени остается до конца программы, я хочу сказать, что далеко не каждому театру так везет, и везет не только в том, что в этом театре есть очень серьезный мастер, актер великого дарования. В этом театре было три венгера, венгер-художник, венгер-писатель и венгер-артист, я еще не назвал, был еще и венгер-человек. И вот это вот многоединство личности – это для театра огромное приобретение. Вот сегодня в театрах, ну, вы лучше меня знаете ситуацию в театрах, но редко встретишь такую многогранную личность. И мне бы, вот заканчивая эту программу, вот, Яков Михайлович, мне бы хотелось услышать от вас, может быть, от воспоминания о венгере, как о человеке совершенно многогранного таланта. С актером все ясно. А вот есть венгер-человек, который манит тебя еще, помимо своего актерского мастерства, притягивает как человек. Он, знаете, поднимал как настроение перед спектаклем. Они же два мастера были, рассказчики, два друга, тяти и Виля. Да-да. Да, и огромное количество было анекдотов. Не все они, наверное, подходят для эфира. В основном не подходят. Ну, да. Один анекдот я вспомнил, венгеровский, который, наверное, подойдет. Это у евреев, говорят, есть такая традиция на днях рождения желать, чтобы ты прожил 150 лет. И один говорит, мне не надо 150, я проживу 149. Почему? А что бы все говорили безвременно ушедший? Это один из венгеровских анекдотов. Ну, вот Оля вспомнила про года, про время. Вот правильно она сказала. Пока мы живем, будем помнить этого светлого человека, потому что, кроме всего прочего, про величие актера, писателя, художника, это еще был замечательный человек, который не только любил театр, а он очень любил своих партнеров, людей, с которыми он вместе всю свою жизнь прожил в театре, независимости. Молодой это актер, старый, какой, он всех уважал, всех любил. И не случайно, до последних своих дней, сколько мы с ним общались, вот 5 сентября мы к нему приезжали, сидели вместе с ним в кафе, он шутил, и он всегда говорил, какой Константин, да Виля, Виля, зовите, я для тебя Виля, какой я тебе Константинович. Он любил, чтобы, да, чтобы он был для всех Виля. Поэтому светлая память и всегда будем помнить. Понятно. Наталья Васильевна начала вот этот наш разговор, эту встречу с поклона. Я хочу сказать, что вот сегодня, вот мы собрались здесь, и, наверное, прежде всего, чтобы поклониться Виталию Константиновичу. Я хочу сказать, что когда нас покинул Виталий Константинович Венгер, в сетях появилась вот такая короткая запись. Осень обещала быть теплой, но вдруг наступила холодная зима. Светлая память. Мне больше нечего добавить. Хранит вас Бог. Светлая память. 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 Светлая память.